Главный тренер Арловского государственного университета Валерий Анатольевич, краткий комментарий. Интересно, эмоционально получилось? Да, игра эмоционально получилась. Не по нашему плану, как говорится. Потому что второй день, смотрю, ребята только раскачались. Немножко первые пять минут было и вторые пять минут второго тайма. Где мы забили два гола. Плюс начало игры второго тайма. Забили пенальти быстро и потом опять успокоились. Потом эти стычки. Команда провоцировала на стычки. Ребята терпели до тех пор, пока могли. А потом, видите, и в конце игры у меня не выдержали нервы. То же самое. Как считаете, судейская бригада матча грамотно разобралась со сложившей ситуации? Да, они разобрались все грамотно. К ним претензий нет, они все правильно. Все было по ситуации. А что вас больше не устроило в игре? Защита, нападение? Почему получилось пропустить гол? Меня не устроило движение команды сегодня и движение мяча. Вот это меня не устроило. Не скажу, что они не хотели выиграть, они хотели выиграть. Просто движение было сегодня слабое и движение мяча. Было бы все побыстрее, я думаю, мы бы легко разобрались с ними. Завтра Дальний Восток. Последний матч домашнего тура. Что скажете ребятам? Как будете готовиться к завтрашнему сопернику? Ну, как третий день, он самый тяжелый. Потому что три дня в подряд играть это тяжело. Тем более натуральное поле. Оно не сухое, а мокрое. Поэтому завтра будем, посмотрим, кто живы. Сегодня Сашка Кванин по травме пришлось поменять его. Посмотрим, кто будет себя лучше чувствовать. И поэтому сейчас подумаем, поработаем над этим. Игроки и тренеры соперников говорят, что стал неожиданностью выход на натуральное поле. Все тренировались, готовились на искусственном. Не станет ли завтра для нашей команды поле ловушкой? Потому что был сильный дождь буквально за сутки до начала турнира. И поле разбивается медленно, наверное. Да нет, я не думаю, мы все завтра в одинаковых условиях будем. Все, просто кому завтра больше повезет, тот и выиграет. Все, спасибо.